Добрый день! И Аркадий Михайлович Белов, генеральный директор фонда «Югорская региональная микрокредитная компания». Ну и первый вопрос, собственно, у меня такой, ко всем собравшимся. Какой национальный проект является ключевым в сфере развития предпринимательства и поддержки бизнеса? Есть несколько национальных проектов, они направлены на разные сферы деятельности. Собственно говоря, в сфере поддержки бизнеса проект «Национальный один» — это развитие малого и среднего предпринимательства и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Его составляющими является ряд федеральных проектов. На мой взгляд, хотя, в общем-то, я и решаю задачи, связанные с федеральным проектом по повышению доступа к финансовым ресурсам, наиболее важным, наиболее главным проектом, ацент, на который следует делать, это федеральный проект по популяризации предпринимательской деятельности, по образованию, по обучению, по воспитанию новых ценностей, повышению ценностей, в частности, слова купеческого. Во-первых, я абсолютно согласен с Аркавием Михайловичем. Во-вторых, фонд сегодня реализует несколько, в ней участвуют нескольких проектов. Популяризация, проект популяризации, он традиционен для фонда, и, в принципе, там особо новых каких-то вещей мы для себя не открыли. Что такое популяризация? Это не только продвижение образа предпринимателя, как, в принципе, мы с вами вместе занимались многие годы. Это, в первую очередь, работа с молодежью, это, в первую очередь, работа с теми, кто хотел бы стать предпринимателем, но по какой-то причине сомневается. Работа с такими сомневающимися и, в первую очередь, работа с молодежью как основной, собственно говоря, ресурс для будущих предпринимателей. Вот в этом и заключается наша работа. Это проект традиционная азбука бизнеса, где мы занимаемся со школьниками, это факультет бизнеса, где мы работаем со студентами. И это в целом федеральный проект, который патронирует Росмолодежь, ты предприниматель, все это традиционные вещи. Что касается другого, не менее важного проекта, благодаря которому и должен достигаться основной KPI всего нашего проекта, это создание рабочих мест, новых рабочих мест в сфере малого бизнеса. Это проект «Акселерация», и здесь мы создаем в этом году три центра «Мой бизнес», это Нижневартов, Сургут и Нягонь. В следующем году создается такой центр в Канты-Мансийске, где на одной площадке будет представлен весь спектр услуг, которые сегодня для бизнеса существуют. С учетом тех услуг, которые сегодня есть в МФЦ для бизнеса, это порядка 400 услуг. То есть, таким образом, там будут образовательные площадки и диалоговые площадки, все это будет сосредоточено в одном месте, и тем самым будет способствовать стимулированию деловой активности предпринимателей, и как следствие рассчитывается на рост рабочих мест в данном секторе. Вот это ключевые такие вещи. Вадим Владимирович, членов поддержки экспорта ЮГРы, как участвует у нас в проекте, какова Ваша роль? Я бы добавил к словам коллег, что сложно, наверное, выделить какой-то один основной ключевой нацепроект. Их 12, их уже выделили. И наш профильный проект, это международная кооперация экспорта, он находится на стыке всех проектов. Он также связан и с производительностью труда, и с малым и средним предпринимательством, и с демографией, и с безопасными дорогами. И все это рассматривается в комплексе. Вот такой комплексный подход, он им дает право государству рассчитывать на рывок, о котором говорит президент, и то, что ожидают жители не только ЮГРы, но и всей России. Хорошо. Вот нацпроект, о котором мы сейчас говорим, включает такой раздел «Популяризация предпринимательства». Вы о нем, в частности, сказали. У людей зачастую существует мнение о том, что бизнес – это сложно, стать бизнесменом сложно, рискованно. Вот как можно снять эти барьеры, и как вообще сделать малый бизнес популярным среди населения? Есть какие-то такие рычаги, какие-то инструменты? А если он, Владимир? Или что? Аркадий Михайлович? Аркадий Михайлович просто очень хорошую тему уже затронул с точки зрения воспитания. Наверное, ее разовьет. Да, вот если обратиться в интернет или послушать рассуждения о малом бизнесе, то считается почему-то, что эта тема такая более рискованная, чем быть наемным работником. На мой взгляд, в моей картине мира тема нисколько не более рискованная. То есть, занимаясь бизнесом, то подведешь туда, в случае чего, своих потребителей, но и больше своих себя. Будучи наемным работником, если серьезно относиться к работе, то есть ты подведешь команду, ты подведешь компанию. Это гораздо более серьезная ответственность. Сам себя, ну, просто ты очень сильно не накажешь. А когда ты отвечаешь за результат, и какие-то сорванные проекты, там потеряны, в общем-то, возможно, большие деньги и репутация, то есть ответственность может быть гораздо строже. Я думаю, что один из корней вот этого вопроса, он в этом. То есть, это не более рискованный проект. Мало того, что работаешь сам на себя, на самом деле, ну, не такая ответственность. То есть, просто заменяешь одни знания, ты другими становишься более образованным. За налоги ты отвечаешь сам, за социальные отчисления ты просто это понимаешь и в этом живешь. Я не думаю, что это деятельность более рискованная, чем наемная работа. Ну, а как это популяризировать? Ну, собственно, на это направлен нацпроект. Есть карта мероприятий. Александр Владимирович высказал о таких точках, где будут сосредоточены все услуги для предпринимателей, как финансовые, так и не финансовые, ну, в том числе образовательные. То есть, они будут, я уверен, центрами притяжения и самая надежная пропаганда, это вот, наверное, все понимают, это сарафанное радио. То есть, люди, посетившие их, то есть, оно волной, я думаю, пойдет и, в общем-то, на этом и будет построен успех и более-менее, мне кажется, он гарантирован при таком подходе. Такой вопрос. Скоро же мы заговорили о поддержке Егорского бизнеса, у нас и тема так звучит. Давайте поговорим, какие нововведения именно в плане финансовой поддержки Егорского бизнеса планируются в рамках нацпроекта, что ждать бизнесменам, тем, кто уже, собственно, окунулся в это море. Расскажи о своей основе. Здесь не скажу за всю Одессу, вся Одесса очень велика. Я расскажу про свою часть федерального проекта, то есть, федеральный проект оширении доступа субъектов МСП к финансовым ресурсам, в том числе, к льготному финансированию. Региональные микрофинансовые организации с государственным участием решают задачу в нем повышения финансовой доступности и финансовых ресурсов. Собственно, фонд Егорская региональная микроэкредитная компания этим и занимается. Мы предоставляем целевые возвратные деньги, потому что все меры поддержки – это хорошо. Есть образование, в том числе обучение. Есть мероприятия на популяризацию, какие-то конкурсы, какие-то массовые мероприятия. Но когда наступает время практики, берет вверх одна из базовых потребностей – это потребность финансовых ресурсов. Мало кому получилось без ресурсов еще развить бизнес, хотя говорят, такое возможно. Ну, соответственно, для облегчения доступа создан фонд Егорская региональная микроэкредитная компания. Мы являемся одной из организаций системы финансовой поддержки. Мы не призваны заместить другие финансовые институты, я сейчас имею в виду банки, лизинговые компании. То есть система финансовой поддержки, в том числе та, которая изложена в программе «Развитие экономического потенциала Егоры», направлена на то, чтобы каждый получатель выбирал поддержку в зависимости от текущей степени развития бизнеса. Тот инструмент, которому в данной стадии удобней. Ну, либо совмещал эти инструменты. Александр Владимирович, фонд поддержки предпринимательства какие-то предоставляет инструменты финансовой поддержки? Да, конечно, предоставляет. Поэтому вот хотелось бы в таком вот ключе ответить на вопрос. Прямых нововведений в фонде поддержки каких-то там значительных их нет. То есть у нас есть компенсация лизингового платежа, это традиционный механизм. У нас есть компенсация процентной ставки, это традиционный механизм. У нас, если что-то меняется, это из серии справа, заявка, какие нововведения. То есть мы все уже давно в интернете, фонд, соответственно, не стоит на месте, и мы, как бы, соответственно, реальны. Сокращаются там пакеты документов, какие-то справки исключаются, потому что они уже становятся, эта информация вообще доступна. То есть вот такие вот новации, они, как бы, ну, это просто такая эволюция небольшая. То, что касается фонда, как региональной гарантийной организации, то есть мы предоставляем поручительство по займам в кредитных организациях, в фонде микрофинансирования. Сейчас у нас появился там новый партнер в лице фонда развития Югры, который предоставляет займы промышленным предприятиям. Ну, вот такие инновации у нас происходят тоже, то есть по расширению партнерской сети, и, как следствие, мы стараемся обеспечить доступ к финансовым ресурсам. Такой вот показательность рейтинга, например, существует. То есть мы как-то в этом участвуем. Что касается таких вот новых возможностей, я бы сказал, не нововведений фонда, а новых возможностей для бизнеса, то есть у нас заключено соглашение с банком МСП, это специализированный банк, который кредитует субъекты малого и среднего предпринимательства, участник национальной гарантийной системы. То есть это государственный, по сути, федеральный банк, который специализирован на малом бизнесе. Соответственно, мы можем здесь выступать как, во-первых, агенты-проводники, сопровождающие до получения кредита в этом банке под, соответственно, поручительство фонда. Второй вопрос – это созданные четыре региональные лизинговые компании, Ярослав, Башкирия, Татарстан и Якутия, тоже при участии корпорации МСП, это, соответственно, государственные лизинговые компании, в которых лизинг сегодня 7,5-8,5% годовых. Это очень льготные условия, и мы, соответственно, тоже являемся проводниками предпринимателей округа к этим ресурсам. То есть сосредоточены сегодня огромные ресурсы в институтах развития федеральных, и мы, соответственно, являемся проводниками. Поэтому, наверное, это что-то все равно как бы новое для округа, и вот такие возможности сегодня мы готовы открывать. Кроме этого, мы работаем с банками-партнерами, сегодня их 10, и региональные графинансовые организации по обеспечению доступа. Ну, нового еще нет, но могу как бы проанонсировать, что мы создаем совместный продукт специально с банком открытия, наш данный партнер традиционный, со времен Хантамансийского банка, и этот продукт будет непосредственно создан для предпринимателей округа, где будет пониженная процентная ставка, и проучительство фонда будет участвовать. То есть сегодня все предприниматели, отмечая, что линейка разработана так, что очень сложно получить финансирование, мы создаем специальный продукт. Да, я бы добавил, но специфика нашей деятельности – это экспорт. Это не на первой стадии вообще проекта предпринимателя, и не через год после открытия юридического лица или ИП выходит на экспорт, поэтому финансовой поддержки у нас нет. Мы стараемся дать правильную консультационную поддержку. У нас принята концепция экспорт-менеджеров, то есть мы для компании становимся тем экспорт-менеджером, которого они не могут нанять самостоятельно. И формируем в нашей команде те компетенции, уникальные компетенции, которые способны дать компании новый толчок, но не финансовый, а смысловой толчок. Тут про несколько направлений фонда расскажу, то есть одно из них – это такая же популяризация экспортной деятельности, рассказать людям, что это возможно, это оценивается в рублях, что вы получите столько, на столько-то увеличите свои показатели. Второе – это обучить обязательно, то есть хотя бы азам экспортной деятельности для этого мы реализуем уже в числе пилотов большой такой глобальный федеральный проект, школа экспорта называется. Ну и третье – это прямой вывод на рынке, то есть мы для себя, то есть с самой первой стадии зарождения экспортного проекта берем компанию на сопровождение и доводим ее вплоть до заключения экспортного контракта и в будущем ее сопровождаем. Поэтому наша поддержка наносит такой профессиональный, качественный характер, нежели финансовый. – Предприниматель несет какие-то финансовые затраты в связи с вашей помощи? – Ну, это все затраты в рамках его обычной операционной деятельности, то есть вся поддержка, которую оказывает, что наш фонд, что остальные институты поддержки в Югре, она носит безвозмездный характер, то есть она не стоит денег для предпринимателей, но при этом, что касается нашего конкретно фонда, они получают доступ к уникальным ресурсам, уникальным знаниям совершенно бесплатно. – Газета новости Югры, Неймана Алексеева, вопрос, пожалуй, ко всем спикерам. Я думаю, помимо морального барьера, многих людей также отпугивает от предпринимательства тот факт, что нужен первоначальный капитал. С этим связан мой вопрос. Ваша практика как показывает? Реально ли, имея небольшие изначальные собственные средства, задействуя все возможные средства поддержки, в течение нескольких лет запустить свой бизнес, не разориться? Или все равно нужна большая финансовая подушка безопасности и первоначального капитала? Спасибо. – Это реально, и масса таких примеров, в том числе и в городе Ханты-Мансийске, есть развитие за счет собственного капитала, весьма небольшого, что называется, двигаясь шаг за шагом, есть, привлекая финансовые ресурсы в нашей организации, тоже двигаясь шаг за шагом, от года к году увеличивая объем займов, организации растут, и они в самых различных сферах, и это и общепит, это и бизнес в сфере социальных услуг, это и торговля даже. Это реально, это живые примеры, это происходит рядом с нами. – А можно точнее от страхов размера первоначального капитала в таких случаях, когда люди начинают? – Вы имеете в виду, возможно, с каким, как бы, обладая каким капиталом, ну, следует стартовать, да? – Да. – Ну, зависит от той деятельности, которой, которой собрались заниматься. Самое главное, до капитала первоначального, либо там, какого-то последующего, это четко понимать, сколько нужно делать денег и иметь бизнес-план, как бы, вот не тот бизнес-план, который нужен для получения капитала, а бизнес-план свой для себя, как будет развиваться бизнес, по каким, живой бизнес-план, по каким точкам он будет идти, какие этапы будут проходить, на каком этапе, какие деньги, когда понадобятся. Ну, с разным капиталом стартует, то есть, зависит от бизнеса, из 500 тысяч, из 300, и с двумя миллионами, и с полутора миллионами. То есть, у нас продукт для начинающих предпринимателей, мы можем вообще предоставить денежные средства предпринимателям без всякого предпринимательского стажа, буквально только что зарегистрировали. Вчера вы зарегистрировались, сегодня приходите к нам. Или приходите к нам, пока не зарегистрировались, в процессе, пока зарегистрировались, уже можно работать. Максимальная сумма, которую мы предлагаем начинающим предпринимателям без стажа, это до 2 миллионов рублей в пределах любого бизнес-проекта. Можно я отвечу тоже? Потому что я не люблю этот вопрос. Я объясню почему. Потому что деньги вообще на самом деле не являются главными. Самая главная идея и принятие ответственности за свои действия и поступки. И принятие ответственности за свою последующую жизнь. Потому что что такое бизнес? Это ты не работаешь с 9 до 6. Это ты ложишься спать с мыслью о том, что тебе завтра вот это все надо делать. И просыпаешься ты уже с мыслью, что вот это ты уже должен сделать, а вот это может не очень. То есть это стиль жизни. Ты для себя должен понять, что ты это поменяешь. Что касается финансирования. Я не серьезно же, я же не пошутил, что можно начинать с нуля. Просто все зависит от идеи. То есть ты можешь вообще продать идею и вообще, собственно говоря, вложил в это в лучшем случае время. Да, ты это время можешь оценить в какие-то там деньги, сколько ты там это потратил. Но сам факт, что для тебя это физически ничего не стоило. Самая главная идея. А что рождает идея? Вот у нас с Аркадием Михайловичем был такой живой диалог до конференции. Какой нацпроект самый главный? Вот он говорит образование. Я абсолютно с этим согласен. Потому что образование именно дает вот эти вот все идеи, которые как бы возможны. И вот когда говорим о начинающих предпринимателях или о людях, которые хотят свое дело начать, то есть а где черпать идеи? Ну о каких-то тренингах, которые посвящены этому вопросу. Какие-то в интернетах вещи находятся. Вообще в целом идея успешного бизнеса любого, и вот, наверное, вы согласитесь с этим, она заключается в том, чтобы быть полезным людям. Вот если твой бизнес полезен людям, да, то, соответственно, идея полетела. Поэтому вот, ну, на мой взгляд, деньги не совсем как бы главные. Они, они все равно найдутся. Вот если посмотреть примеры успешных компаний, все равно как-то предприниматель, он в силу своей специфики их найдет. Но главное, вот, быть настойчивым и знать, к какой цели ты идешь. Вот это вот целеполагание самое важное. И, ну, безусловно, идея горит. Идея горит. Елизавета Гутовская, Радио Югра, вот к этому вопросу. А если у человека плохая кредитная история? Вот он, допустим, вот взял в банке, в банке, да, какой-то кредит, и, ну, может, что-то там попытался открыть, в общем, у него не получилось, и вот у него там долг, плохая кредитная история, вот он сейчас с ней справляется. Он может рассчитывать на поддержку или это будет препятствие? Он может рассчитывать на поддержку, в первую очередь на нефинансовую. Все виды нефинансовой поддержки он может рассчитывать наверняка. То есть что-то, что такое плохая кредитная история? То есть это вот, ну, на мой взгляд, я, поскольку профессионально этим занимаюсь, вот определения этому теорию, оно не существует вообще. Вот плохая или неплохая, это оценочное понятие. То есть, например, плохая кредитная история, у человека были проблемы, но в это время, например, была такая, была общая тяжелая экономическая ситуация, связанная, ну, с какими-то там внешними факторами, да, после этого он решил проблему, у него история дальше нормальная. То есть вот плохая эта кредитная история, неплохая, это прогнозируемое поведение человека. Он не бизнес не бросил, никого не бросил, он ситуацию в кругу, это скорее хорошая кредитная история. Может быть, даже лучше, чем у человека, у которого ничего не случилось, у этого прогнозируемое поведение в стрессовой ситуации, он спорен решить проблему. Вот, если кредитная история загублена, скажем так, вот человек взял денежные средства и не отдает, тут ведь нужно как бы четко понимать, а у него вот изначально-то, почему он не отдает? Вопрос очень многогранный, нужно исследовать, почему конкретно он не хочет отдавать, отдавать или заранее не собирался отдавать. Ну, если это так, то, наверное, трудно претендовать на какую-то финансовую поддержку. Если обстоятельства эти, ну, заслуживают доверия, решив проблему с текущей проблемной задумчивостью, можно говорить о возможной дальнейшей поддержке. Все зависит от ответственности от человека. Вот про, я хочу просто добавить, что фонд микрофинансирования, он может и способен, и этим занимается, по сути персонально рассматривает каждую заявку. То есть то, о чем вы говорите, да, по недоступности. Сейчас используется в банках скоринговые механизмы, когда я просто вот заявку подал, ее проверили по кредитной истории, отклонили. У Аркадия Михайловича другая совершенно как бы стезя, он должен разбираться в каждом индивидуальном случае. Поэтому вот этим и отличается государственная компания, созданная с госучастием, от коммерческого банка, который, соответственно, обрабатывает огромное массиво людей и, соответственно, может отказать, не может. У нас есть ограничения, действительно, при предоставлении поручительств не допускается объем, вернее, срок просрочек, по-моему, в течение трех месяцев последних. Но это, скажем так, надо очень сильно постараться, чтобы свою кредитную историю так вот загубить, что у тебя там на протяжении последних трех месяцев систематически ты допускаешь какие-то просрочки. То есть, в принципе, у нас это все адаптировано к условиям банков. И я считаю, что все равно люди, они должны быть дисциплинированы, они должны платить деньги, которые должны. Ну и чтоб не сложилось неправильное впечатление, а наоборот сложилось правильно, я не сказал о том, что если у человека плохая кредитная история и проблемы в банке, то нужно идти в фонд Егорская оригинальная микридная компания. Там точно помогут. Нет, это точно не так. Я сказал о том, что если плохая кредитная история, человек, значит, не отдает заемные средства, значит, он не имеет возможности их отдавать. Ну и сходим из того, что желание у него есть. У него нет этих денег. Новые деньги, только новый долг только усугубит ситуацию. Проблему нужно сначала решить там. Но это не клеймо на всю жизнь. Эти вопросы обсуждаются, решаются. Зависит от того, что привело к возникновению этой задолженности. Спасибо. И у меня еще один вопрос. Какие сферы сейчас наиболее востребованы, если мы говорим о малом и среднем предпринимательстве? То есть, человек, допустим, сидит и думает, это я бы хотел быть предпринимателем. Что сейчас нужно? И тут же можно, если, допустим, что-то про экспорты будет касаться, то тоже какие направления здесь интересны? Ну, по участию предпринимателя, да, понятно. То есть, я думаю, что тут все регулирует рынок. То есть, есть спрос на услуги, предприниматели на это реагируют. Предприниматели тем и отличаются от других, да, субъектов экономической жизни тем, что они гибкие. Они быстро реагируют на ситуацию, быстро подстраивают свой бизнес под новые условия. Если простые примеры жизни взять, 10 лет назад в России никто кофе не пил, сейчас кофе можно купить на каждом углу. Аналогичные процессы работают в экспортной деятельности. Это такой же бизнес, только немножко по другим правилам. Сейчас проект, который реализовывает наш фонд, это размещение югорских предпринимателей на электронной площадке Alibaba, одна из крупнейших площадок в мире. Это как раз и одно из таких звеньев поиска вот этого спроса. То есть мы проект уже реализуем почти полтора года. За это время у нас четко наметились проекты предпринимателей, которые уже заточены под электронную торговлю. И если сейчас говорить о лидерах, скажем так, о лидерах продаж, то это такие бытовые вещи, товары потребления, то есть то, что можно продать и то, что продается в электронном виде по щелчку. То есть там неуместно, наверное, воду, нефть или лес продавать в электронном виде, уместно продавать бытовые товары. То есть в нашей экспертной деятельности именно вот так вот приоритеты сейчас расставляются, что крен уходит в электронную торговлю и те товары, которые там реально покупают. Я не назвал бы это сферой, сферой, скорее всего, что это торговля. И, собственно говоря, это такая, не знаю, миллионами лет подтвержденная вещь, которая никак, ну, ее не сдвинут с места. Торговля, по идее, наиболее там быстро приносящий доход в вид бизнеса. Торговля чем? Сейчас расскажу. Мы все жители большой страны, да, мы все прекрасно понимаем об социально-экономическом развитии страны. Мы хотя бы стараемся чуть-чуть понимать. Понимаем, что сегодня есть ограниченные ресурсы для, собственно говоря, получения дохода предпринимателями на потребительском рынке. Поэтому сегодня, и это в нацпроектах прописано, в нацпроекте прописано, это новые рынки для предпринимателей, которые мы сегодня открываем вместе с корпорацией МСП, это рынки государственного заказа, это рынки корпоративного заказа. Сегодня государство говорит, вот здесь есть деньги, идите сюда. Соответственно, мы, как бы, проводим программу доращивания, когда предприниматель, который что-то производит, может быть выращен в поставщика, ну, Роснефти, например, потому что там сегодня есть деньги. Кроме этого, есть огромный рынок, и сегодня он уже активно развивается, и наш округ, скажем так, лидирующие позиции в этом занимает. Это рынок социальной сферы, сферы услуг для населения. То есть это вот наши проекты, школы социального предпринимателя, это интерновация социальной сферы. То, что вы все это слышали, это направлено на развитие именно рынка государственных услуг. У нас сегодня порядка 50 услуг передано в частный сектор, и это, ну, мы реально регион-лидер. Таких показателей нет ни в одном субъекте больше. Поэтому вот эти вот рынки государство открывает для предпринимателей. Мы все прекрасно понимаем, что вчера была одна торговля, да, пять лет назад, там, в Канты-Мансийске даже. Сегодня сетевые магазины, предприниматели, и вы, ну, скажем так, конкуренции не выдержали. Вадим правильно сказал, в силу гибкости, куда же, чем же, как же заниматься. Государство говорит. Государственный заказ, корпоративный заказ, социальная сфера, государственные услуги. То есть вот этот рынок, пожалуйста, сегодня обживать. Сегодня большинство денег и ресурсов вот этих, они сосредоточены именно здесь. Информационное агентство ТАСС, Алексей Членков. Поскажите, пожалуйста, дело о том, что по каждому у нас проекту уже составлены паспорта, вот, и уже идет работа активная. Хотелось бы понимать конкретные точки, по которым планируется достичь по итогам этого года и, соответственно, к концу 2024 года, по каждому, который вы курируете. И какова работа уже, какие имеются итоги по итогам первых пяти месяцев? Спасибо. Как я уже сказал, государственные микрофинансовые организации выделены в составе задачи по повышению финансовой доступности и на организации в каждом регионе поставлен свой результат в зависимости от величины капитализации и оплата рынка каждой организации. Значит, если говорить про цифры, то наш показатель – это количество микрозаймов в портфеле, то есть количество получателей, количество активных получателей в моменте. каждого года. Мы говорим сейчас про 19-й, то есть наша планка по 19-м не менее 686. Значит, начали мы с 639, сейчас мы промежуточная точка 661. Думаю, в плановом режиме мы без суеты, в режиме нормальная работа, именно так и нужно работать. Этот показатель достигнем. То есть очень удачная конструкция, показатель, он не говорит ни о количестве выданных, ни о количестве возвращенных, он говорит о том, что деньги должны выдаваться, должны возвращаться, вновь выдаваться. То есть можно ведь выдать деньги, да, ну и как бы они вернулись, и все, они постоянно должны работать. Показатель этот в десятке наиболее крупных в стране. Уточните, 661 – это количество кредитов, выданных по итогам этого года? Это количество получателей, у которых деньги на руках. А что это даст в итоге? Это поможет увеличить малый бизнес, или что это в итоге? На чем это скажется? Это один из механизмов, который может повлиять на увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства, количество занятых. Это деньги, которые используются получателями на реализации бизнес-проектов, на строительство, приобретение, реконструкцию объектов недвижимости, на приобретение транспортных средств, сырья, оборудования. Он должен повлиять. То есть, несмотря на то, что деньги, наверное, не самое главное, но вот с деньгами лучше проект реализовать, чем без них. Ключевой показатель реализации донатс-проекта, он при всей многосложности, как вы говорите, точек, мероприятий. У нас по центру мой бизнес порядка 20 ключевых показателей, каких услуг, кому мы что там должны оказать. Но на самом деле, самое главное, оно было определено изначально до нацпроекта, это указан президентом, это количество занятых в сфере малого и среднего бизнеса. Вот сегодня в округе оно должно за год прирасти на 6 тысяч человек, со 199 тысяч до 205, а до конца 2024 года на 30 тысяч человек. И вот все наши, соответственно, меры поддержки, они направлены, по сути-то, только на одно, на рост численности занятых. У фонда из 6 тысяч на регион, у нас KPI стоит 1350. То есть мы должны, соответственно, охватить предпринимателей, во-первых, всех, скорее всего, во-вторых, финансовые, не финансовые меры поддержки по-разному, как бы там рабочие места благодаря им создаются, финансовые, их просто видно сразу, не финансовые, возможно, какие-то знания больше приносят, чем деньги. Мне больше всего нравится эта идея, поэтому я ее все время повторяю. Поэтому, я не знаю, Вадим, продолжим. Я продолжу про проект международной кооперации экспорта, тоже важный национальный проект. Тут все очень просто. То есть нам дали три задачи, это всей стране развивать ни сырьевой, ни энергетический экспорт. Это как раз обратная сторона, это сырьевой и энергетический экспорт. То, чем сильна Югра, мы должны поменять эту ситуацию. Второе, это увеличивать постоянно количество экспортеров активных, которые осуществляют свою деятельность. И прирост, при этом, такой довольно амбициозный, поставлен по 20% в год, мы должны прирастать. Следующее, это физический объем, то есть в деньгах, экспертные выручки нашей компании должны получать больше. Прирост такой же, 20%. На сегодня мы достигли уже на 60%, выполнили показатель и по объему выручки, и по количеству новых экспортеров. Так что, в цифрах было понятно, вот за последнюю трехлетку мы, команда фонда, берез преувеличения могу сказать, что это в том числе и наша заслуга, увеличили количество экспортеров малых компаний, именно относящихся к субъектам малого бизнеса, с 27 в 2016 году до 50 в 2018 году. И это без той концентрации и ресурсов государства, и без внимания государства к этому вопросу. Я считаю, что при новом подходе, именно нацепроект, это новый подход к экспорту, мы должны кратно эти цифры увеличить и в конечном итоге прийти просто к феноменальному результату. Это работники... Может быть, столько же, но они могут создать новые рабочие места и вовречь... Это работающие в секторе малого бизнеса с учетом плюс индивидуальные предприниматели, плюс самозанятые. По экспорту еще уточните, пожалуйста, а какую работу вы для этого проводите? То есть, может, вы консультации ведете, может быть, вы ездите за границу, как вот сейчас Китай им было, когда удалось договориться о определенных конкретных задачах. Какую работу проводите, чтобы достичь показателей, которые вы озвучили? Спасибо. В фонду основных направлений Т4 это популяризация экспортной деятельности, потому что если тяжело объяснить людям, что необходимо заниматься просто бизнесом, то заниматься экспортом это еще тяжелее. Нужно правильно показать все выгоды, все риски и сложить правильную картинку у предпринимателя, чтобы не было никаких обманутых ожиданий о том, что он завтра начнет заниматься экспортом, у него выручка до миллиарда рублей вырастет за один год. И чтобы правильное было направление, направление именно в плане адаптации его товара, его производства, вообще его, может быть, бизнес-мысли к экспорту, это одна из наших таких больших задач. Второе направление – это обучение предпринимателей. Как я уже говорил, мы ведем в числе пилотов проект школы экспорта, российского экспортного центра в Югре. И второй интересный и такой необычный проект, но с коллеги уже начали из других регионов перенимать, это проект совместный с языковой школой Skyeng, это самая крупная онлайн-школа в Европе. Мы обучаем на льготных условиях предпринимателей английскому языку. Вроде бы мелочь такая, но вот она дает свои эффекты, которые сложно оценить в деньгах, но мы-то получаем эффект в количестве экспортеров в Югре. И следующее – это непосредственно вывод компании на рынок. То есть мы тут используем несколько инструментов, это и международные мероприятия, о которых вы сказали. Да, это обязательная, планомерная такая работа, которая проводится каждый год. Исходя из возможностей, фонд осуществляет, создаёт условия для участия наших предприятий из Югры в международных выставках, в российских выставках, именно по профилю их продукции. Следующее – это электронная торговля, про которую я сказал, последние два года мы её активно развиваем, в числе пионеров в России, вот это тоже даёт очень большие плоды. И это, на что самое главное, это в тренде, это современно, это даёт соответствующие современные результаты. Ну и третье – это обычный подбор партнёров, то есть когда просто, грубо говоря, в мир цифр погружаются наши сотрудники и пытаются найти правильную цепочку, правильную бизнес-идею и уже предлагают её предпринимателю. Вот чем фонд может быть полезен предпринимателям, вкратце я рассказал. – С коллегами ещё один вопрос такой возник. А какое место в системе поддержки предпринимательства и нацпроекты занимают самозанятые? Ну, это люди, которые занимаются репетиторством, какие-то уроки преподают. Они могут на какую-то поддержку рассчитывать? Ну, понятно, что они налоги не платят, но, тем не менее, экономика-то развивается благодаря ним, хотя, может, не так заметно. Ну, и некоторые из них могут стать в перспективе хотя бы малых предпринимателями, хотя бы для большинства это всё равно невыгодно. Вот на что они могут рассчитывать? Хотя бы на образовательную, возможно, поддержку? – Конечно, могут рассчитывать на образовательную поддержку. У нас, скажем так, основная из ключевых миссий – это работа с людьми, кто выбирает предпринимательскую жизненную стратегию. Поэтому, если ты являешься самозанятым, а что такое самозанятые? Это, по сути, ты обычный человек, просто у тебя налогообложение, не как индивидуального предпринимателя, а есть специальный налог на доходы. Соответственно, приходите и получайте знания, которые сегодня для всех абсолютно доступны. То есть, в принципе, и вы можете прийти. Поучиться основам ведения бизнеса, поучиться тем трендам и тенденциям. И уж не говоря про тех, кто, соответственно, взял ответственность за свою жизнь, на себя сам, и вот занимается каким-то бизнесом. Репетиторство – это, по сути, консалтинг. Если можно, дополню, сегодня прочитал, что разработан проект о внесении изменений в закон о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации, как раз предусматривающий доступность мер поддержки тех, которые доступны для малого бизнеса, для самозанятых. Сам проект еще не читал, сюда приехал, но работа этим ведется, в том числе на законодательном уровне. Меры поддержки, как и Руслан Руслан, сейчас доступны, дальше они будут систематизированы. Так, ну что, коллеги, я думаю, всем понятно, примерно, куда двигаться, да, всем в бизнес, и будет нам всем счастье. Но надо признать, что мировой опыт показывает, что в итоге бизнесы вывозят, да? На самом деле-то все в бизнес не получится, потому что все-таки 6% в общем мировой статистики даже, ну, от нее никуда не деться. Даже посмотреть, вот средств взять по региону, количество жителей муниципалитета, количество предпринимателей. Мы приходим к тем же 6%. То есть это вот такая вот аксиома, которую никак не избежать. Всем не получится однозначно, но если ты попытался и понял, что это твое, то хотя бы надо попытаться. Может, да безусловно, скорее всего, и правильнее всего, без отрыва от основного места деятельности, может быть, попробовать превратить там в бизнес-хобби и посмотреть, как это на самом деле для тебя вообще осуществимо. Потому что я думаю, надо пробовать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok